О ситуации, в которой оказался хоккейный клуб Челны, мы рассказывали в нашем выпуске ранее. А теперь о спортивных результатах команды. Имя наша ледовая дружина также похвастать не может. Но, несмотря на это, болельщики продолжают заполнять трибуны, что продемонстрировали и на двух последних играх с казанским Ирбисом. В первой наши уступили с разгромным счетом 1-6. А вот во второй челненцы все же смогли навязать сопернику реальную борьбу. Удалось ли это воплотить в победные очки? Ответ в репортаже Артема Смолькина. Несмотря на все проблемы своего хоккейного клуба, игроки опускать руки не стали. И отдавать гостям победу просто так явно не хотели. Первый период прошел в упорной борьбе, но распечатать ворота не удалось ни одной из команд. Чем вчера, сегодня отличнее играет. В общем, молодцы. В первый период они сыграли достойно, молодцы они. Цифры на табло начали меняться во втором периоде. Первыми отличились казанцы, реализовав численное большинство. Но и удаление игрока Ирбиса не прошло для гостей безнаказанно. Челнинцы отквитали шайбу. Равный счет держался недолго. К перерыву на табло уже 1-2. Несмотря на проигранную 20-минутку, болельщики не переставали верить в победу любимой команды. Ну, сегодня наши вообще играют, как в последний раз, такие воодушевились. Как-то, не знаю, по моему мнению, они очень шустренько передвигаются. В принципе, по игре второй период кончился 1-2, и счет неплохой. И наши как-то и атакуют, и защита неплохая. Так что, мне кажется, что наши сегодня выглядят очень достойно. Но в третьем периоде снова удачливее были казанцы. 1-3. Челнинцы не опускали рук и все пытались отыграться. Им даже удалось отквитать одну шайбу. Но этого оказалось недостаточно. Финальная сирена закрепила на табло счет 2-3. Снова поражение. У нас прям полоса каких-то неудач. Надо выигрывать дома. Это вообще прям обязательно. Что-то не получается. У нас чего-то не хватает в конце. Может, характера, я не знаю. Где-то нужно дожать, а у нас не хватает либо сил, либо чего. Я вообще не понимаю, что это такое у нас происходит. Ребята как бы стараются, волнуются у нас, к сожалению. Больные, травмированные вот сегодня играли. Также с температурой ребята. От этого никуда не уйти, но мы будем стараться так же. Если в ближайшие дни не случится самого страшного для клуба, то снова на лед Челны выйдут так же, перед домашними трибунами. В эту среду, 17 декабря, в гости к нам пожалует Олимпия из Кирова-Чепецка. Артем Сморкин, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.